Комплексная реабилитация для детей с особенностями развития стала доступнее. В регионе действует выездной микрореабилитационный центр. Специалисты работают не только с ребенком, в целом с семьей. Какие услуги оказывают в сюжете моих коллег? Бабушки, бабушки, где были у бабушки, бабушки, бабушки. Ладушки у Марка Арбеева уже раскрылись. Он научился держать и поворачивать головку. А во время рождения малыш перенес тяжелую асфиксию. Теперь учится стоять и ходить. Когда родители с тяжелыми детьми, что мы знаем про технические средства реабилитации инвалидов? На данный момент, по крайней мере, я знала только, что существует коляска для инвалидов. Больше мы ничего в нашем мире не видели. Здесь, допустим, сейчас у меня ребенок, мы приобрели тренажер ходьбы. Марк уже может сделать от 10 до 12 шагов. Несколько курсов в центре реабилитации помогли совершить стремительный скачок в развитии. Сейчас важно соблюдать ортопедический режим, чтобы не было осложнений. В остальном помогут врачи. Вторая глобальная цель – это развитие детей, потому что, когда мы используем технические средства, объем знаний и возможностей детей в усвоении нового материала и физические возможности, они сильно возрастают. Одновременно реабилитацию в центре святителя Луки могут проходить 60 детей от нуля до момента взросления. Курсы от одного до шести месяцев. На эти цели некоммерческая организация получает субсидии из бюджета области. Деньги идут на приобретение средств реабилитации для инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Родители детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья могут обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения, где в зависимости от их потребностей, от их нуждаемости, уже определяется тот набор услуг и мероприятий, которые необходимо получить этим деткам. ДЦП, синдром Дауна, аутизм, задержки, развитие. Что ребенку необходимо, врачи решают, опираясь не столько на диагноз, сколько на формирование и развитие навыков. Научить стоять вертикально, сидеть, ходить, говорить, общаться. Первый день недели, Руслан вспоминай. Какой день недели? В неделе. В неделе. Детям постарше предлагают мастерские, чтобы научились, например, готовить или стирать, делать что-то своими руками. Причем заниматься можно не только в центре. Медики наносят и домашние визиты, чтобы после курса реабилитации развитие не прекращалось. Основа, конечно же, работы – это работа с семьей. Мы в тесном сотрудничестве, у нас семейно ориентированная модель реабилитации, поэтому родители всегда с нами в партнерстве. Мы считаем очень важным просвещать родителей, рассказывать, что сегодня у нас происходит в системе реабилитации, какие новые методики появляются. В центре есть учебно-тренировочная квартира. В бассейне занимаются адаптивной физкультурой. В воде мышцы расслабляются и легче осваивать движение. Всего в регионе 11 тысяч детей-инвалидов и 37 тысяч ребят с ограниченными возможностями здоровья. Им помогают 9 центров реабилитации и некоммерческие социально ориентированные организации. Светлана Тимонова, Екатерина Новгородцева. Новости ОТС.